Риповская столовая станет муниципальным заведением общепита. Такое решение администрация округа Муром приняла после того, как предприятие отказалось продлевать договор аренды. Подробности в сюжете. В обеденные часы в Риповской столовой немноголюдно. Персонал, обслужив редких едоков, больше занимается гаданием на кофейной гуще. Что же будет дальше? Поварам начальство объявило, работаем до нового года. Потом неизвестность. В конце года истекает 10-летний срок аренды между акционерным обществом МЗ РИП и администрацией округа Муром. В течение которого столовая эксплуатировалась заводом безвозмездно, то есть даром. Прежняя администрация на 10 лет предоставила безвозмездные пользования. На тот момент это позволяло и законодательство, ну и в принципе, скорее всего, разум и возможности. В настоящий момент такой возможности предоставить безвозмездно законодатель не предусматривает. В связи с чем, возможно только реализация данного имущества с торгов и только права аренды. Столовую площадью почти в 5000 квадратных метров с большими банкетными залами и овощехранилищем оценил независимый оценщик. С учетом износа здания, месторасположения вышла демократичная сумма аренды. Менее 80 рублей с квадратного метра за месяц. Мы предложили арендовать акционерному обществу за, в общем-то, небольшие деньги, 370 тысяч рублей в месяц. Это с учетом НДС. На сегодняшний день ООО РИП не согласилась арендовать это здание. Руководство предприятия приняло решение организовать свой общепит на территории завода. А администрация округа также приняла непростое решение продолжить традиции и организовать муниципальное заведение общественного питания. Наша задача какая? Во-первых, оставить объект работающим, второе, сохранить рабочие места и более того, произвести ремонт здания, сделать благоустройство территории и, может быть, даже и постараемся улучшить качество работы. РИП забирает из столовой все оборудование. Администрации округа предстоит не только закупить новое, но и произвести ремонт в помещениях, а также решить многолетнюю проблему с протекающей крышей. Ольга Хилешина, Олег Сиротинский, Новости Муром.